Ассаляму алейкум! Всем привет! С вами Лисан, и добро пожаловать в мой стамбульский дневничок. Если вы бывали в Стамбуле, то вы знаете, что этот город огромен, и сеть городского общественного транспорта в нем тоже огромна и многообразна. Здесь вы можете встретить почти все возможные виды общественного транспорта. Автобусы, такси, долмуши, поезда, паромы, трамваи, метро, метробус, фуникулер и, наконец, канатную подвесную дорогу. Надеюсь, я ничего не пропустила. И в этом видео мы с вами прокатимся на последнем виде транспорта из этого списка, то есть совершим поездку по канатной дороге Июк-Пьерлоте. А также я немного расскажу вам о районе Июк, в котором эта канатная дорога располагается. Итак, канатная дорога Июк-Пьерлоте перевозит местных и иностранных туристов от побережья залива Золотой Рог на холм Пьерлоте. Эта канатная дорога была построена для того, чтобы обеспечить легкий доступ на холм без надобности прохождения через большое кладбище Июк, расположенное на склоне. Холм Пьерлоте назван так в честь французского военно-морского офицера, от писателя и востоковеда Пьерлоте, жившего во второй половине XIX и начале XX века и часто посещавшего это место во время своего пребывания в Стамбуле. Историческое же кафе, находящееся на вершине холма, где он любил пить турецкий кофе, впоследствии тоже было переименовано в честь Пьерлоте. Цель уже посещения данного холма туристами, помимо любования панорамным видом на залив Золотой Рог и городской район Июк со смотровой площадки, также является возможность посидеть в том самом знаменитом кафе под открытым небом и погрузиться в свои мысли и мечтания за чашечкой традиционного турецкого кофе. С высоты холма все достопримечательности района Июк предстают перед вами как на ладони. Прямо на склоне находится огромное кладбище Июк, которое в свое время было одним из самых ухоженных в Стамбуле, по причине того, что многие официальные лица Османской империи были погребены именно тут. А немного вдали можно разглядеть очертания знаменитой мечети Июб, рядом с которой находится могила сподвижника пророка Мухаммада Абу Аюба Аль-Ансари, погибшего тут в 7 веке во время осады арабами Константинополя. Собственно мечеть и сам район города берут свое название как раз от имени этого сподвижника. Ну и конечно же со смотровой площадки на вершине холма открывается прекрасный вид на залив Золотой Рог с зелеными парками и прогулочными дорожками на его побережье. Именно в этих парках, между прочим, любят собираться турецкие семьи и проводить разговения в месяц Рамадан. Каждый день Рамадана, ближе к закату, побережье залива превращается в оживленное место для семейного отдыха и пикника. Если вы хотите узнать больше о районе Июб, то у меня в блоге есть небольшой пост о нем, дополненный различными фотографиями. Ссылка находится в описании под видео. А самое видео на этом подходит к концу. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если видео вам понравилось и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.